Сегодня спасательный отряд работает на территории из-за ТОНа. Место проведения учений выбрано не случайно. Ежегодно этот микрорайон подвергается подтоплению. Так, с помощью мотопомпы спасатели устраняют воду с подтопленной территории. По замыслу тренировки они спасают людей, оказавшихся отрезанными от большой земли. В минуту устройства способно откачать 600 литров воды. В арсенале сотрудников МЧС еще более 25 единиц высокопроходимой техники. Но что касается конкретных прогнозов по предстоящему половодию, то синоптики рассказали об этом позже на заседании Краевой комиссии по предупреждению ЧАЭС. К слову, прогноз оказался благоприятным для жителей края. Так, по бассейнам Бии, аллея Чумыша и Кулунды запас воды в снежном покрове ниже нормы и составляет от 55 до 85 процентов нормы. По бассейнам Чараша и Буруи около нормы. По бассейну Катуни – 139 процентов нормы. По бассейну Аби до Барнового – 111 процентов нормы. Оценил готовность региона к паводку и губернатор края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что, несмотря на все утешительные прогнозы, ведомства должны быть готовы к самому худшему раскладу. Провели анализ текущего положения дел. Незначительные моменты будут убеждены, устранены на муниципальном или каком-то объектовом уровне. И к прохождению паводка этого сезона обеих волн будем готовы. В случае ухудшения паводковой ситуации, краевой МЧС намерен обращаться в Сибирский спасательный центр. К слову, такой опыт уже имеется. Пока за ситуацией в регионе следят оперативно-аэромобильные группы, которые разделены на аварийно-спасательные и восстановительные бригады. А это значит, что к большой воде в крае готовы. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.